Всем добрый день. Пожалуйста, презентацию и на первый слайд. Итак, коротенько о том, что происходит на зерновом рынке. Россия торгует зерновым комплексом и масличным, поскольку у нас масличные, а не подпошленными. Растительные масла, широта. Вот показан, как рост наш экспортный потенциал по зерну, маслам и широтам. Мы видим, что такой активный рост, он прежде всего требует, конечно, роста рынков. И сегодняшняя ситуация такая, что у нас экспортный потенциал уже зерновых масличного комплекса превысил 70 миллионов тонн. И рынок уже эти объемы переварить не может. И все мы видим, что случилось с ценами на пшеницу, как они сильно упали. Если говорить о мировом экспорте зерновых и масличных, то, конечно, Россия занимает четвертое место. У нас лидирует по экспорту Бразилия. Где-то у них там уже 180 миллионов тонн по экспорту. У Америка 140 миллионов тонн и Аргентина 90. И вот у нас выше 70. То есть, если какие-то катаклизмы на мировом рынке могут произойти, то, конечно, если что-то случится с этими ведущими экспортерами. Или там по каким-то причинам они снизят свой экспортный потенциал. Что касается нас, то мы видим, что все события в Черноморском регионе рынок переваривает. И цены сначала с 22-го, с весны, вот они ушли далеко вниз. И, соответственно, наша спецификация на мировом рынке пшеничная. Россия здесь первая. Этот слайд показывает. Вот оценка в 50 миллионов тонн. Мы здесь лидируем. Но вопрос в том, что эта спецификация, она в деньгах, конечно, пшеница стоит гораздо ниже, чем масличная. И если смотреть по деньгам, то первое российское место по пшенице мы, конечно, сильно уступаем по выручке мировому экспорту. Там Америки или Бразилии, которые экспортируют сою. И вот так это видно, как делят мировую торговлю основные экспортеры. И США и Бразилии, они забирают половину выручки мирового рынка по зерновым и масличному комплексу. Мы видим, что США 20%, Бразилия 32%, это уже 52%. И, соответственно, конечно, это колоссальные деньги, которые финансирует их аграрное производство. Россия всего лишь оценивает экспорт где-то в 9% от мирового. Ну и, соответственно, еще плюс это облагается экспортными пошлинами. Мы развиваемся на такой скромный бюджет. Что касается текущих темпов экспорта, это данные ТБИ, многие знают эту компанию. На 17 ноября мы всего лишь, видите, верхняя строчка, мы опередили 20-й год и 18-й год на 3-5%. Но вы видели, как у нас рос экспортный потенциал, и мы всего там прошлые максимумы по экспорту перебиваем на 3-5%. Когда производство растет на десятки миллионов тонн. Вот отсюда такая ситуация. У нас большой потенциал развития производства есть, но у нас большая проблема с рынками сбыта. Отсюда такая вот ситуация. К чему все это привело? Это все привело к огромному диспаритету цен, который сложился между ценами зерно и ресурса. Вот посмотрите, лево внизу табличка, это закупочные цены в России и закупочные цены в Казахстане. И видите, что разница почти 60%. К слову, мы весь российский рынок меряем по Краснодару, по Кубанию, по Ростову. И у нас дальние регионы, они вымирают, и потенциал развития России как раз в дальних регионах. Но мы не можем правильно настроить регулирование рынка, чтобы дальние регионы развивались. Вот Казахстан это делает, Россия это не делает. У нас одни закупочные цены объявлены по всей России, да и они не проводятся. Нам обещали на конец ноября, что 2 миллиона тонн купят. Но это просто подарки к Новому году. Правая таблица показывает, какие цены в Америке, в Чикаго, какие на российском рынке. И вы знаете, что есть такая накопленная инфляция в России. И вот у нас сегодня цены на зерно в 2-3 раза ниже производственной инфляции, либо потребительской инфляции. А в Америке они соответствуют. То есть, где мы сейчас, в каком месте находимся. А на деле диспаритет цен выглядит так. Правый верхний график это цены на дистопливый подсолнечник. Все вам известны. Подсолнечник сейчас в регионах оценивается около 22-25 рублей. Ну а дистоплива вы все знаете где. Вот так разошлись, как в море корабли. Вот он диспаритет цен. Но дело в том, что дистоплива подорожала не только подсолнечнику. Я вот введу индекс средней закупочной цены российского урожая по индексам Соф и Кон. Я просто беру веса этих индексов согласно объему производства. У меня получается индекс средней стоимости российского урожая. И вот слева внизу диаграмма мы видим, какой огромный диспаритет цен. То есть все в красной зоне. То есть весь урожай он сильно проваливается против ресурсов производства. Техника. Если действует программа 1432, то это всего лишь 4% удорожания по Росагролизингу. Если эта программа не действует или деньги вдруг закончатся, то это в принципе двукратное удорожание техники на горизонте 7-8 лет. Это потому что у Росагролизинга ставка около 14% получается без программы. Ну вот и такие комбайны импортные в середине показаны. 88 миллионов рублей. Можно поделить на цену пшеницы. Сколько нужно зерна для того, чтобы обновить эту технику. Теперь что происходит с ценами внутреннего рынка. Вот как раз слева внизу это индекс средней закупочной цены российского урожая. Это мы берем среднюю цену по пшенице, кукурузе, рожь, подсолнечник в долях производства. И мы видим, что цены упались на уровень 2013-2016 годов. Мы сейчас на пиках тех лет находимся. Но дело в том, что у нас диспаритет цен совершенно другой. У нас в тех пиках комбайны стоили в 2-3 раза дороже средства защиты растений и так далее. А правая диаграмма показывает стоимость урожая наших культур. Мы видим, что она тоже упала, несмотря на 2 рекордных объема производства в последние годы. То есть мы зерна произвели больше. Да, можно, конечно, цены снизить, но выручка должна оставаться хотя бы прежней. А у нас еще и выручка болелась. То есть рынок обесценил зерно. Но все зерно он сейчас не выкупает. Запасы все равно колоссальные. И аграрии теряют очень много выручки. Теперь я покажу данные Росстата. Производственная себестоимость продукции. Видите, она как растет. Левый график. Показано по всем федеральным укургам. И в целом уже экономисты прогнозируют, что в 2023 году рост себестоимости будет где-то еще 25-35% производственной. И выращивание зерновых культур тоже есть такой показатель. Суммарная задолженность в миллиардах рублей. Вот она 900 уже перешагивает. То есть мы к триллиону подходим. То есть что это говорит? Это говорит о том, что рынок производству денег не дает. Производство выживает только за счет кредитов. И получается, что монетарная политика настроена таким образом, что она просто изымает средства из производственного сектора и перекладывает их в финансовые. Ну, про прибыль банков не буду говорить. Но рынки работают именно в этом направлении. Экспортные пошлины, если за всю свою историю брать, там с 2021 года, они уже практически 560 миллиардов составили. Ну, те пошлины курсовые, которые берут с октября, она порядка 3 миллиардов сейчас составляет. Но основные, конечно, деньги изымаются по экспортному обложению основных культур. Итого это уже 560. И хочу сказать о мировых ценах. Мировые цены, слева график, это в долларах, а справа это в рублях. Это индекс средней мировой цены тех культур, которые мы производим в России. Зерновых культур. И мы видим, что после пика в 2022 года цены падают. И вот они пришли сейчас, подходят на 250 долларов. Мы в долларовой системе координат где-то проходим. Но правый график показывает цену в рублях зернового рынка с учетом курса рубля. И мы видим, что все-таки мы пока остаемся в восходящем канале. Да, есть коррекция. Но мы пока ползем вдоль верхней границы. Я полагаю, что этот тренд продолжится. Ну и про масличном нет смысла говорить. Мы работаем через растительные масла. Вот цены по растительным маслам. Левый график мы видим, что растительные масла, в том числе пальмовые, они протестировали поддержку в 850 долларов. Сейчас будут восстанавливаться. Но рубль сейчас самый главный момент. Вы знаете, что последние там и в октябре, и в ноябре рубль укрепляется где-то на 10%. Теоретически цели его на уровне 80. Там видно по теханализу, я буду показывать. Ну и пока сложный сейчас очень период в связи с укреплением рубля и неростом мировых цен. Поэтому, скорее всего, Минсельхоз и собирался объявлять 2 миллиона тонн в закупочных интервенциях с конца ноября. Потому что продать на мировой рынок аграриям будет сложно. И как-то это будет легкая такая передышка в рынке, что-то купить. Но растительные масла, видите, в рублях они прекратили рост, тоже снижаются. И вот что происходит с рублем. Я хочу обратить ваше внимание, что у нас было 3 ступени девальвации рубля. Вот они 1, 2, 3 показаны. И сейчас, в прошлом сезоне, мы когда вышли, в прошлый сезон, вышли выше 90 рублей. Сейчас мы эту ступень сверху тестируем. Уже 88, будет 80. Но, скорее всего, это третья ступень выстоит. И дальше у нас ждут еще и четвертые и пятые ступени ослабления рубля. Но это будет уже где-то в 2025 году. Просто эту глобальную тенденцию пока никакая долларизация не может нарушить. То есть у нас третья ступень состоялась. Сейчас мы ее сверху протестируем. Но я думаю, что это будет уровень 80. И будем где-то в боковике находиться до 2025 года. И сейчас, конечно, потенциал мировых цен, то есть потенциал спасения ситуации в том, что мировые цены должны отрастать в долларах. И рубль, если будет находиться в боковике, то можем увидеть повышение цен на конец первого квартала 2024 года. Ну, февраль месяц. Во-первых, там будет оценка по зимам. Она как-то должна скорректировать рынок. Плюс к этому времени уже мировые цены могут немного укрепиться. На сегодняшний день вот такой снимок по вегетационному индексу на 18 ноября. И мы видим, что в этом году вот эта поздняя осень, теплая и влажная, она, конечно, спасла зимы после осеннего дефицита влаги. Они получили время на развитие. Но, тем не менее, вегетационный индекс значительно хуже к прошлому году. И сейчас у нас на две недели вот эти дожди. То есть финальную уборку кукурузы и подсолнечника они поставили в очень сложные условия. Уже везде рапорты прошли, что мы, кукуруза, получаем рекордный урожай. Но, боюсь, с такой влагой очень много проблем с этой кукурузой и семечкой будет. Ее надо будет сушить. И придется нам корректировать вот эти оптимистичные прогнозы по кукурузе и подсолнечнику. Ну и выводы, которые я хотел обратить ваше внимание. Ну, во-первых, что мы, да, экспортный потенциал у нас зернового и масличного комплекса превысил 70 миллионов тонн. Но это сейчас по рынку, этот предел. Рынки его не могут переварить. И государство мало что делает. То есть не снимает излишки с закупочными интервенциями. Держит высокие экспортные пошлины. То есть в таких условиях, конечно, развитие аграрного производства ждать не следует. И тот диспаритет цен, в которые мы вошли, он, конечно, обязательно скажется на производстве. Вот. Как работают экспортные пошлины? Они просто раздвигают мировые внутренние цены. Они делают между ними большой спред. И этот спред позволяет дешево покупать. Вот. Аграрное производство при этом никто не спасает. На мой взгляд, нужно было вводить антидемпинговые пошлины, ставить минимальные экспортные цены, которые бы защищали аграриев. Мировой рынок бы все равно покупал пшеницу, потому что других поставщиков, кроме России, нет. Вот. И проблема наша не в том, что вот сколько мы урожая производим в оценках. Проблема в настройке наших рынков. Как они работают. Вот. И если мы не сделаем правильные настройки рынков, я еще раз повторюсь, что у нас дальние регионы, там полностью провалено производство, жуткие условия, зерно оттуда не вывозится. У нас для всей России равные тарифы по экспортным пошлинам. В результате Кубань дышит и может работать. Урал, Сибирь, Поволжье, там все очень сложно. То есть нам нужна диверсифицированная политика по настройке рынка ко всем регионам. Иначе сколько мы бы зерна не производили и ведутся, предлагаются снижение себестоимости, типа оптимизация производства, чтобы сейлка работала, проставила не час, а работала, там проставила 8 минут, чтобы было там не 10 комбайнов, а 3, тоже беспростое. Но все это ведет к тому, что когда мы сжимаем технологический потенциал, это высокие риски выхода из строя техники. Если мы настраиваем работу так, чтобы сейлка проставила 8 часов, но если она поломается, это будет простой на 3 недели. Также мы будем сокращать персонал и кто-то заболеет или что-то там случится, то людей тоже неоткуда взять. То есть вся вот эта оптимизация, мне она вот со стороны напоминает уже как биржевые спекуляции, понимаете. Биржа тоже обещает 100% в месяц, там на фьючерсах нефтяных или еще что-то, ну вы пойдите и возьмите. И нам сегодня также говорят, вот здесь нужны такие-то механизмы, здесь такие-то инструменты, чтобы здесь не осыпалось, чтобы здесь не было простоев. Но тоже вы сами понимаете, что написано на бумаге, что в реальном производстве большие разные вещи. То есть ни в коем случае нам не нужна такая оптимизация производства, которая снижает надежность. Потому что если у нас не будет ни запас техники, ни по кадру, мы конечно ничего не будем делать. Ну и все, я все заканчиваю. Ну и факт просто математический в том, что ценовая политика и ограничительные меры, вот сейчас они, которые действуют и работают, они конечно уничтожают российское производство в интересах наших конкурентов. Я просто напомню, что мы говорим, давайте запретим экспорт твердой пшеницы, чтобы у нас Канада оставалась и доминировала. Курсовые пошлины, если раньше как бы на нишевых культурах не было пошлины, мы могли туда диверсифицированно расти производство. Сейчас их тоже ввели. Ну и тот диспаритет, который сложился, его никто не лечит. Ну практически, и вот еще хочу сказать, что про субсидии. Уже очень по многим моментам, по тем докладам, которые заявляются, и реально на местах уже не совсем сходятся цифры. Потому что я уже слышал в некоторых отчетах урожайной стои по Ингушетии 7,4 тонны с гектара. Как говорится, зарапортовались. И уже отчетность, она давно как бы оторвалась от действительности. На это тоже надо обращать внимание. Потому что для получения субсидий, чего только не рисуют. Если на моем телеграм-канале видели про Росстат, да, там, когда у него написано, что запасы зерна к прошлому году в Черноземье 99,9%. Оказывается, это индекс. А 0 это 100%, а у него 99,9% в шапке так написано. И таким образом, вот такая отчетность, она вводит в заблуждение. Если у него стоит 50% рост, на самом деле это минус 50%, потому что 100% это 0%. Ну и много вот таких курьезов. Спасибо за внимание. Друзья, в зале есть вопросы? Вы помнили о том, что здесь есть? Есть вопросы. Вы там оцениваете девальвацию рубля, и четвертый, и пятый. И у вас нарисован верх канала. Вот как вы его рисовали? Откуда вы взяли это? На канале все нарисовано. Ну, нет, там не видно абсолютно, откуда он стартует. Он стартует по ступеням девальвации рубля и по их времени. А можно тот слайд вернуть? Да. Если вы заметите длину первой ступени и длину второй ступени. И получается длина третьей ступени. Там все оттуда видно. Вся информация с этого графика. Да, наверное. Угу. Вот. А вот. Ну, посчитайте первую ступень, сколько там лет. И посчитайте вторую ступень, сколько лет. И был ли провал ниже первой ступени, и был ли провал ниже второй ступени? Не, нижнюю границу я понимаю. Да. И верхнюю границу. Ну, верхняя граница, она также идет там по... Там, вон, пик 22-го года. Мы что в 22-м году сходили на 120 долларов? Ну, это был фальш-старт. Знаете, как спортсмены? До выстрела с пистолета они сорвались. По этой модели девальвация рубля третья ступень, она должна быть в следующем году. Рванули раньше старта, упали назад, протестировали ступень, теперь вылезли. Вот, я не думаю, что мы сейчас уйдем там на 60, но вот сейчас мы ее тестируем на прочность. Пока этот такой прогноз, он основан на истории. Вот, и все, что происходит, вот эти продажи сейчас, торговля за рубли. Когда мы торгуем за рубли, мы просто, полномочные банки, забирают доллары. И в России этих долларов, опять же, дефицит. Вот, а то, что рубль летает в месяц по 10%, это просто спекулятивные вещи. Вот, и производители как-то должны с этими жить. Вот, а производителям и экспортерам нужен стабильный рубль, чтобы как-то планировать производство. В таких условиях вообще работать нельзя. В долларовой системе координаты я вам показывал график, мы лежим вон на дне. 850, видите, мы тестируем вот этот уровень. Вот, от него будем отрастать. В долларовой системе координат. В следующих... Они подсолнечные будут... Они все, да, они во все связки идут. Это общий индекс растительных масел, а вот индекс зерновой. Там и ячмень, и пшеница, и кукуруза, и рис. И экспорт продукции тоже будет увеличиваться. Какой? И зерновых, и... Ну, экспорт продукции все будет зависеть от... От курса рубля. Он почему у нас, когда в прошлом году, 22-го года, летом, когда доллар-то был по 60, у нас и мировые цены были высокие, но экспорт был не шибкий. А потом мы экспорт разогнали, когда девальвировали рубль. Вот. И когда рубль был около сотни, как раз эти максимальные объемы происходили. А сейчас мы падаем со скоростью, там, 5% в месяц. Уже 10% за октябрь, ноябрь потеряли. И что делать экспортерам? Вот как они должны вести себя? Они ждут стабилизацию, чтобы считать риски. То есть, в таких вот финансовых манипуляциях я, как бы, экспортные экспортеры очень тяжело себя чувствуют. Потому что они везде попадают на риски. Никто эти риски не хеджирует. Ваш прогноз по экспорту? По экспорту, если мы, прямо если сейчас брать, мы в рубле падаем, упадем на 80, Конечно, темпы экспорта, они снизятся, да, и запасы будут большие. Вот. Мое видение, что надо регулировать фундаментальными параметрами производства. То есть, на плохой рынок реагировать адекватным производством. Если этого не будет, то, понимаете, сегодня мы ищем пути снижения себестоимости зерна. Там до 3-4 рублей, я слышу. Да, но рынок-то будет 2 рубля, если у нас будет себестоимость 3-4. А потом, зачем нам себестоимость 3 рубля, когда пшеница ничего не стоит? Вы опять посмотрите технику. Это здесь, на Кубани, урожайность 7 тонн. Вы посмотрите, там Саратов, Самара, Пенза. И у фермера 500 гектар. Но откуда он 6-8 тысяч тонн возьмет, чтобы комбайну купить? Зерна вырастет, если оно обесценивается. То есть, здесь уже мы в таком жутком диспаритете, когда уже разговор о снижении себестоимости зерна, они почвы не имеют, потому что зерно потеряло свою покупательную способность. Если мы его не восстановим и неправильно рынки не настроим, нас никакие урожаи не спасут. Мы 300 миллионов тонн будем производить, по 2 рубля будем продавать. Будем сесть без денег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!